Полет орланов запечатлели на Сахалине. Орлан белохвостый, птица кочующая, изредка ее можно заметить и на Сахалине. Во время зимовки орлан белохвостый, птица кочующая, изредка ее можно заметить и на Сахалине. Группу благородных птиц запечатлел автор канала о природе «Тридесятое царство». Орланы неспешно порят в небе над сопками в окрестностях села Башниково Углегорского района. Орланы выбирают одни и те же гнезда из года в год, а еще выбирают себе одну пару. На долгие годы сообщил МК на Сахалине. А на Камчатке Белоплечье Орлан оставил без света целый поселок. В Уфе косуля после удара такси 6 часов пролежала в Кювете. На Демском шоссе в Уфе такси снесло косулю, которая вышла на дорогу из лесополосы. Отмечается, что водитель такси дал координаты аварии, однако с места уехал. Когда на место прибыли сотрудники МЧС, косулю они там не обнаружили, проведя в окрестностях 2 часа. Сотрудники Минэкологии тоже получили сообщение о сбитой косуле, однако уже совсем в другом месте. Именно там животное и нашли. Пока зверя искали прошло 6 часов. Во время транспортировки животного ветеринаром косуля умерла. Специалисты считают, что виноват прежде всего таксист, который дал неточные координаты, передает МК в Башкортостане. В Бурятии задержан вооруженный карабинами мужчина без документов. Полиция Бурятии задержала приезжего из Краснодарского края мужчину, который планировал без всяких разрешительных документов заниматься охотой. При задержании подозрительного человека полиция нашла при нем два охотничьих карабина и две сотни патронов к ним. Никаких документов на охоту у задержанного не обнаружено. За незаконное владение оружием мужчину ждет суд, он помещен в следственный изолятор. Весь арсенал у него изъят, передает портал Уленмедиа. В Забайкалье мужчина переделал охолощенный карабин в боевое оружие. В Тунгера-Алекминском районе Забайкальского края осужден мужчина, который переделал охолощенный карабин СКСХ в боевое оружие. Специалисты отметили, что кустарь превратил свое охолощенное ружье в ружье для стрельбы боевыми патронами калибра 7,62 мм. При задержании при нем также были. Найдены соответствующие патроны в количестве 30 штук. По решению суда, за незаконное ношение и переделку оружия мужчина получил 4,6 года. Условного срока, а также штраф в 100 тысяч рублей, передают портал читамедиа.су. Беспокойный изюбрь поедает солонец в заповеднике. Благородный олень осторожно подходит к месту с минеральной солью, тревожно принюхивается, издает рык, и только потом лакомится солонцом благородный. Олень осторожно подходит к месту с минеральной солью, тревожно принюхивается, издает рык, и только потом лакомится солонцом. Изюбрь подошел к кормушке в местности Теллоон, здесь его можно разглядеть во всей красе. Соль заботливо подкладывает госинспектор Роман Широких. Кадрами поведения оленя возле кормушки поделился телеграм-канал заповедника. Изюбрь, якутская кулаай, восточно-азиатский благородный олень. Неограниченное истребление привело к практически полному исчезновению вида в европейской части страны. Сегодня изюбри обитают во многих заповедниках и охотничьих хозяйствах. Ранее охотники сообщали, что на Сахалине обнаружили трупы пяти изюбрий, возможно, они были загнаны. Охота на вальчнепов и тетеревов стартует в Брянской области в апреле. Власти Брянской области озвучили даты охоты на уток, гусей, вальчнепов и тетеревов весной 2024 года. Отмечается, что охота на гуся и утиная охота с подсадной стартует в регионе 30 марта и продлится до 8 апреля включительно. Исключение составляет серый гусь, охота на него запрещена. Особый период охоты на вальчнепа и самцов тетеревов установлен в южной части области с 20 по 29 апреля. Это касается Красногорского, Клинцовского, Гордеевского, Комарического, Злынковского, Бросовского районов и Новозыпковского городского округа. В северной части Брянской области охота на вальчнепа и самцов тетеревов будет разрешена с 27 апреля по 6 мая. В этот период допускается охота в таких районах, как Унечский, Суражский, Почепский, Мглинский, Карачевский, Навлинский, Выгонечский, Брянский, Дядьковский, Дубровский, Жирятинский, Клетнянский и Рогнединский, а также в Жуковском городском округе передают портал госуслуги.ру. Птицеловы Петербурга превратили Благовещение в варварский обычай. В Приморском районе Петербурга птицеловы извращают смысл православного праздника Благовещения, отлавливая птиц в клетки. Подобная практика была зафиксирована в прошлом году, в нынешнем она была продолжена. Неизвестный браконьер установил клетку-ловушку, разложив рядом с ней репей, а также включил подманивающую птиц песню щеглов, разместив неподалеку аудиоколонки. Власти Петербурга уже заявили, что подобное варварство никак не отвечает замыслу праздника, когда всех птиц их владельцы отпускают на волю из клеток. Петербуржцев призвали сообщать о незаконной ловле в полицию и распространить сообщение о недопустимости покупки птиц для выпуска, сообщает МК в Питере. Православный праздник Благовещения отмечается с верующими 7 апреля. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...